Доброе утро, девочки мои! Как всегда, с утра выглядываем в окошко. Написано облачно с прояснениями, но что-то я прояснений не наблюдаю. В общем, сплошная облачность у нас. Но плюс 5 градусов. В общем, нету того неба голубого, которое было в прошлом видео. Я надеялась, что хотя бы с утра солнышко будет. Но сегодня у нас вот так. Ну, по крайней мере, тихо. Я смотрю, не шелохнется ничего. Ветра нету, и это уже радует. Морозный чуть-чуть такой воздух. Но свеженький. Ну что, мои хорошие? По-моему, наши солнечные деньки уже закончились. Я еще надеялась, что сегодня утром солнышко хотя бы до обеда посветит. По крайней мере, так это показывает Яндекс. А потом вроде как облачно с прояснениями. Я думала, будут такие облачка, которые будут периодически солнышко закрывать. Ну, я проснулась, выглянула в окошко. Сплошная облачность и никакого прояснения не видно. Ну, хорошо, что не темно. Не сказать, что прям сильно пасмурно. И осадков сегодня не наблюдается. Но в любом случае, уже нет солнышка. И вот нет вот этого у меня, знаете, как рвения, что-то прям делать. Ну, в любом случае, я сегодня на улицу не знаю, пойду или не пойду. Я решила сегодня заказать доставку продуктов на дом, потому что у меня есть промокод. В прошлый раз мне доставку принесли с задержкой. И, в общем-то, мне прислали промокод, которым я могу воспользоваться до конца февраля. И у меня будет бесплатная доставка. Поэтому уже накопилось много каких-то тяжелых пакетов, чего-то там такого. Думаю, закажу-ка я доставку на дом. Если что-то там не будет, например, аютинского хлеба от Рубного, который я люблю, ну, тогда я выйду на улицу и схожу за ним. И куплю его. Вот. Или еще что-нибудь, если захочется, пойду куплю. И еще, видите, у меня за спиной размораживается мясо. Я с утра сегодня заглянула в холодильник, смотрю, у меня там корочка копченая есть, говядина есть. В принципе, у меня все есть. Соленые огурчики я закажу. Но маринованные на всякий случай у меня тоже есть. В общем, есть все продукты для того, чтобы сделать опять солянку. Поэтому я сегодня опять буду готовить солянку. Но я не буду вас сильно загружать солянкой. Так по-быстрому просто поболтаю с вами чуть-чуть. Во время резки люблю болтать, ну, что делать. Еще я сегодня утречком рано смонтировала видео. Она у меня стоит пока на выводе. Уже, наверное, вывелась. Еще надо будет проверить, опубликовать. Я, кстати говоря, видите, вот в связи с этим солнечными днями каждый день что-то снимала. Каждый день вот хотела вас порадовать солнышком, пока оно есть. И поставила несколько видео подряд каждый день. Но так не будет все время. Будут видео выходить как обычно через день. Ну, просто я решила сильно их не растягивать. И поэтому поставила каждый день. Ну, при том, что февраль короткий. Как говорится, количество видео, которые запланировано в месяц выпустить, они у меня должны выйти. Ну, вот и все пока что. В общем, сейчас сажусь, не буду время тянуть. Быстренько доставочку оформлю. Накидаю туда продуктов необходимых. И будем вместе с вами доставочку ждать. Ну, и потом посмотрим, что будет дальше. Сама еще пока не знаю. Особо таких планов сильных на сегодня нет. Все будет спонтанно. Вот, доставочку принесли. Две сумки вот такие тяжелые. Вот бы я тащила их с магазина. Принесли вовремя. Молодцы. О, сколько всего заказала. Еще и картошечку. В общем, заказала три молока, девочки. Но два молока, вот эти два с половиной, одно соседка попросила. А себе одно полтора, одно два с половиной. Но это нужно будет готовить. Вот эти вот по акции были рожки. Мне нравятся они. Так, творожок пятипроцентный будем готовить. Ну, два киндера. Я их люблю. Яички все целые. Яйца хорошие. Сорт первый. Редисочку заказала, девочки. Солнышко, видите, навеяло. Свежие огурчики, редисочку, салатик, зелень, чтобы делать. Петрушка, укропчик для салатика. Соленые огурцы. Это то, что я буду сегодня готовить. Лимончик туда же. Мюсли запеченные вот эти с орехом. Больше всего мне нравятся. Я их беру. Но мой любимый хлебушек в наличии был. Я рада. Батон со трубями аютинский. И заказала два килограмма картошки в сетке. Это вот это вот то, что выгодно. Ну, вроде бы неплохая картошка. Вроде хорошая. А я пока ждала доставочку. Уже почистила картошку, морковку и луковицу. Уже готовлюсь готовить соляночку. Наконец-то я управилась со своими делами. И сейчас уже начну резать солянку. Четая какая-то суета. Бегаю, 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 бегаю. С утра что такое, не могу понять. Ну, я ночью, как всегда, сегодня просыпалась. Контировала видео. Потом опять легла поспать. Потом проснулась уже часов десять. И, в общем-то, и тут и доставку надо заказать. И видео проверить. И опубликовать. И овощи резать. В общем, кучу-кучу сразу делаю. Сразу одновременно делаю и все. Вот. Но доставка мне сегодня принесла все, что мне нужно. Так что мне сегодня нет необходимости, в принципе, выходить из дома. Хотя вот сейчас солнышко вроде бы как-то проглядывает чуть-чуть из-за облачков. Местами вылазит солнышко. И прям, честно говоря, ну, хочется все бросить. И пойти просто прогуляться, подышать, под солнышком постоять. Ну, есть такие домашние дела, которые не бросишь. Надо их делать. Они сами не сделаются. Поэтому сегодня я не уверена, что я из дома куда-то пойду. Потому что время уже три часа. Уже пора обедать. Я только перекусила. Не, утром рано я, конечно, овсянку свою съела, как всегда. Вот сейчас только перекусила немножко. Вот. Но уже хочется супчиком мне вот этого покушать. А он еще будет час готовиться. Так, короче говоря, режу я морковку. Я уже на этот раз, девочки, не буду говорить, чего и сколько здесь кладу. В принципе, я уже даже на глаз все это знаю. Так. Режу всю соломку. Одна морковка. Одна луковица. Две средние картошечки, в общем. Один большой огурец или два средних огурца. Что у меня тут еще. 100 грамм рассола, 100 грамм томатной пасты, 300 грамм говядины, один окорочок копченый. И 130 грамм колбасы охотничьей. Или вот я в прошлый раз делала с беконом, а в этот раз у меня и сервелат финский. Вот такой кусочек. Так что, в общем, делаю сейчас все на глаз. Первым делом лук-морковь надо обжарить. 40 грамм растительного масла я уже налила. Включаю режим жарка. И 15 минут мы это обжариваем. Так, туда мне нужно еще мясо нарезать. Тоже соломкой как-нибудь. Или кубичками я по-разному режу. В общем, как-нибудь кубиками или соломкой можно порезать. Так, ну и вот что я вам хотела сказать. В общем, какая-то у меня сегодня беготня, суета непонятная. Но самое главное, что я сейчас чувствую, что я уже набегалась. И мне уже как-то и сил как-то вот уже и не так много осталось. Почему у людей пожилых силы заканчиваются? Вот вроде бы молодых столько. Я как вспоминаю, мне столько было энергии, когда я молодая была. Я могла вообще круглосуточно работать и не уставать. Ну как так? А сейчас нет. Сейчас так не получается уже. Вот такими произвольными кусочками режу. Соломкой, кубиками, как-нибудь, не важно. В принципе, особо не важно. Ну, не крупные. Просто будут миленькие кусочки. Они хорошо тогда так жуются, кушаются. Кушаются хорошо. Вообще супчик этот очень вкусный. Я в прошлый раз угостила соседку. Очень ей понравилось. Я его с удовольствием ем. Вот этот суп, он мне вообще, честно говоря, и не надоедает даже совсем. Все. Там у меня уже шкварчит. Сейчас начинаю я уже это все перемешивать. И добавляю все, что необходимо. Морковка, лук. И все мясное сейчас мы туда закинем. Ну, первым делом мясо, так как оно сырое. Пусть оно там обжарится с этим всем. Чтобы оно закрылось. Так, ну, еще колбаску сейчас туда закинем. Так, все помешиваем периодически. Так. Курицу я очистила от косточек. Сейчас бы, если бы, это произвольно как-нибудь покромсаю. Отправляем туда томат. Все, я закинула туда и огурец, и рассол, все ингредиенты, которые нужно, я туда закинула. Кроме картошки, сейчас осталось мне залить водичкой. Полтора литра я сюда заливаю. У меня как раз чайники отмерены уже. И все, и включаю режим суп на час. Сейчас картошку туда добавлю и будет вариться. Посолю попозже. Девочки, у меня на градуснике 22 градуса. Ну, на градусник солнышко, конечно, светит. Градусник прогрелся. Ну, вообще, на самом деле, плюс 8 или плюс 9 сегодня. Плюс 9, наверное, днем. И нету ветра. Ой, какая классная погодка. Но у меня сегодня, к сожалению, не получается выйти на улицу. По времени я не успеваю. Выйду только уже, когда будет темнеть. Ну, а уже по темному не хочется ходить. Так что вот так вот выглянем в окошко. Посмотрим на солнышко. И все. Ну, у меня окно открыто. Я дышу свежим воздухом. Все, соляночка моя готова. Сажусь кушать. Включу какой-нибудь фильм. Найду сейчас какой-нибудь детективчик. Я, кстати, девочки, снимала пока готовку. И где-то там я поставила на паузу. И забыла запустить дальше видео. Так что, если у меня где-то будет пробел, пока я резала овощи, ну, я думаю, ничего страшного. В принципе, вы эту солянку уже видели. Это я уже когда? Третий раз ее готовлю. Вот. Сейчас еще соседке тарелочку налью. Всем добрый день, девочки мои. День следующий уже. И у нас сегодня тепло. Ну, небо, так сказать, облачное. Ну, солнышко пробивается, солнышко виднеется. Но ветер. Видно, что ветки колышутся. Ветер такой сильный. На улице плюс 9-10 градусов. Но такой хороший прямо ветер. Не знаю. Мне скоро из дома выходить, даже не знаю. Одеваться или не одеваться. Как одеваться? Все утро, девочки, я занималась своими делами. Ух ты, как подходит мне по цвету. Вот. А сейчас, девочки, я готовлюсь на выход. Мне нужно сходить кое-куда. Сходить надо вещицу одну забрать к трем часам. Поэтому я решила немножечко сейчас привести лицо в порядок. Это я мицеллярную воду немножко взяла протереть. Хотя мне лицо чистое. Я только крем наносила утром. Хочу масочку сделать. Я сейчас сидела, каталог листала Фаберлик. Смотрела, что мне там выбрать на следующий каталожный уже период. Вот. Я думаю, что я там масочки закажу себе увлажняющие. Вот. Ну вот эта маска, она у меня задержалась. Такая маска. Лифтинг и сияние. Ну тоже хорошая маска. И лифтинг, и сияние. Выравнивает тон кожу. В общем, они все хорошие. Вот эти вот маски мне нравятся все. Там их три вида. Вот. Я думаю, пока я сейчас дома, пока время позволяю, пока я телевизор еще смотрю, возьму-ка я масочку, положу на лицо и немножко полежу с масочкой. Поувлажняю. Надо же, в моем возрасте, надо уже увлажнять лицо. Почаще. Вот такая вот. Вот какая пропитанная, хорошо масочка. Вот. Вообще, конечно, ближе к весне уже хочется каких-то, не знаю, средств каких-то заказать, новеньких там, для увлажнения, особенно побольше чего-нибудь заказать. Мист какой-то. Ну и не знаю. Маски, крема и все такое прочее. В общем, листала-листала. Я еще пока не до конца дошла, каталога. Опа. О. Вообще, вот эти матерчатые маски, я заметила, они на какое-то маленькое лицо. Не на русское лицо или на какое-то детское. Разрез глаз маленький. Приходится ее все время так вот лепить. Но ничего страшного. О. Нормаленько. Вот. Поувлажняем чуть-чуть. И все. Потом соберемся, да пойдем прогуляемся. Я только вот не знаю насчет такого сильного ветра. Я люблю по улице ходить, болтать с вами, снимать себя там, не знаю, округу, травушку-маравушку. Ну, когда сильный ветер, звук, вы же сами знаете, влияет на звук. Поэтому, если будет в микрофон сильно дуть ветер, то там сильно не поболтаю я на улице. Тогда не знаю как. Все. Пошла я немножко полежу. Потом смою масочку и нанесу кремушек. О, какая красавица. Правда? Я вам нравлюсь, девочки. Ну, вот, девочки, я вышла. Масочку сделала. Масочка хорошая. Сразу лицу моему стало. Классно. Кто-то написал в комментариях, вы очень часто повторяете слово класс. Девочки, а мне нравится это слово. Еще нравится слово кайфово. Класс это вот такое слово. Оно коротенькое. И как точка. То есть, это супер здорово. Вот. А что я так вылупила? Куда я несусь? Погода хорошая. Вот, кстати говоря, девочки, очень тепло. Так. Вот я надела новенькую шапочку. Думала, какую мне надеть. То ли другую. Которая полегче. Или вот эта потеплее. Но, во-первых, эта по цвету, она прям изумительно подходит к этой куртке. Прям то, что нужно. Вот. С другой стороны, думаю, да, собственно, скоро будет еще теплее. И ту тоненькую я еще поношу. А эту, думаю, вдруг ветер сильный. Ну, думаю, попробую. В общем, скажу я вам, еще на улице тепло. И если бы не было ветра, можно бы сказать, было очень сильно тепло. Градусов 10, наверное, тепла. Но ветерочек-то холодный дует. Он как подует, как подует. Натянула на лоб. Потому что, честно говоря, на голове черти что, пока я закалывала волосы, уже укладывать не стало их. Думаю, ладно, на улицу иду, шапку надеваю. Что там укладка? Вот. Так что я решила выгулять новую шапочку. Ой, здоровско как. Здоровско как. Девочки, уже, честно говоря, до конца февраля осталось совсем чуть-чуть. Мы не успеем глазом моргнуть. Уже 23 февраля на носу. Уже все готовятся к этому 23 февраля. И как только праздник пройдет, февраль закончится быстро. Мы уже будем все готовиться к 8 марта. Отвлечемся на какое-то время. И потом раз, глазом моргнем. Уже март месяц, уже весна. Вот. Конечно, люди, которые живут на севере, я им сочувствую. Но с другой стороны, они-то привыкли, как в своем регионе. У них всегда холода. Я, например, видите, родилась, я выросла в Ростове. Поэтому холода я человек не привыкший. Я долго холод не могу переносить. Но эта зима, как некоторые заметили, эта зима у нас была не холодная, я бы сказала, теплая. Потому что преобладала плюсовая температура. Морозы были не сильные и недолго. Крещенских морозов не было в этом году. Ну, обычно на Крещенские морозы у нас, конечно, столбики опускаются там на минус 20. Даже больше бывало. Ну, а сейчас у нас сильных морозов таких особо не было. Вот. Так что классно все, прекрасно все. И все. Иду я потихонечку, пишу воздухом, наслаждаюсь. Так, надо мне замедлить шаг. Так, это моя привычка. Я не знаю, всю жизнь так несусь, как это. Ну, плюс все время куда-то спешу. Куда спешу? Не знаю, зачем спешу, куда спешу. И вот это вот быстрым шагом, как этот. И пошла. И пошла. Вот. Ну, а у нас, видно, солнышко светит. Конечно, оно не такое вот яркое, как было в предыдущие дни. И небо не такое прям голубое. Какая-то дымка на небе. Ну, не все время же идеальная должна быть погода. Но все равно хорошо, здорово. Все, идем, девочки. Радуемся солнышку. Все, девочки, сходила. Я забрала то, что мне нужно. Но это не для показа. Вот. Притормозила чуть-чуть скорость. Иду, наслаждаюсь. Вообще, на самом деле, ветерочек, не сказать, что прям сильно холодный дует. Нормальный такой. Ну, как... Чуть прохладненький, но даже теплый, можно сказать, ветерочек. Поэтому, в принципе, шапку можно носить и потоньше, и полегче. Но мне в этой шапке не жарко. Я приду, нормально себя чувствую. Кайфую. Кайфую. Теперь напишу. Что это за слово у вас такое? Ой, я не знаю. Кому-то делать нечего, к словам придираться. Я же не кино снимаю или что. Или какой-то репортаж на телевидении. Я снимаю свою жизнь. Я хочу быть такой, какая я есть. Как вот я говорю в жизни, так и говорю. Все. О, на самокате кто-то поехал на скоростном. Ой, так быстро едет. Обалдеть. Можно ж об какой-нибудь камушек спотыкнуться и вообще убиться. Ой, и люблю по этой аллейке ходить. Здесь немножко деревья прикрывают солнышко. Но сейчас листьев нет. Потом, когда листики, будет лучше. И все, и дышим. Вдыхаем, выдыхаем. Это такое упражнение. Вдох, выдох. Кайф. Классно. Все, девочки. Вот все, что я сегодня собиралась сделать, я, в общем-то, сделала. Ну, по дому там ничего такого не делала. Такого новенького, чтобы вам снять. Кушать я готовить сегодня не буду. У меня есть солянка. Я опять солянкой угостила соседку с сыном. Сын ей говорит, мама, приготовь такую же солянку. Ну, вот она сегодня вроде бы собралась приготовить. Не знаю. По крайней мере, она говорила, что собирается пойти купить необходимые продукты. И хочет приготовить. Ей тоже нравится. А я сегодня все, буду отдыхать. Сейчас чуть-чуть подышу воздухом, пойду домой и все. Ну, интересно, какая завтра будет погода. По-моему, завтра дождик передавали. Ну, какие у меня планы на завтра, я еще пока не знаю. Утром сяду монтировать это видео. Ну, если какие-то у меня идеи возникли, я, конечно же, обязательно сниму. Ну, а сейчас, девочки, я хочу с вами попрощаться. Дома что прощаться? У меня прическа не уложена. Тем более, сейчас под шапкой вообще там все прилезалось. Так что продолжение следует. Никуда мы не денемся. Будем снимать дальше. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова